На Украине отборочный тур Евровидения обернулся политическим скандалом. Партия «Свобода» выступила против темнокожей победительницы конкурса певицы Гайтаны. Националисты считают, что она не может представлять Украину. Вдруг в Европе подумают, что Украина это где-нибудь в Африке. Кирилл Вышинский разбирался в конфликте. Английский текст – темнокожая исполнительница и подтанцовка в комбинезонах. То ли космонавтов, то ли космополитов. С первого взгляда и не поймешь, что это украинский финал отбора на Евровидение, который выиграла экзотическая певица Гайтана. Ее мать – украинка, а отец – из Конго. Однако радость победы была омрачена. Что ни год, то скандал. Ни один из трех предыдущих отборочных конкурсов Евровидения, который на Украине организовывает Первый национальный телевизионный канал, не обходился без ЧП. И организаторов конкурса, и его участников обвиняли в подтасовке голосования, в использовании чужих песен, а в этом году скандал приобрел политический характер. Члены праворадикальной националистической партии «Свобода» заявили, что певица Гайтана представлять страну не может. Не тот цвет кожи. Для свободовцев Гайтана певица хорошая, но не представляет украинскую культуру. Самое главное – раса не та. Член Полицовета «Свобода» Юрий Сиротюк боится, что увидев певицу на сцене, европейцы подумают, Украина – это где-то в Африке. У нас есть свои предпочтения, мы имеем свою программу защиты украинцев, свое видение и развитие своего пространства. К сожалению, при нынешнем руководстве вы не увидите настоящего украинского исполнителя на первом национальном. Власть отреагировала на заявление «Свобода» жестко. И в парламентской фракции партии регионов, и в администрации президента их назвали откровенно расистскими. Оппозиционеры тоже не остались в стороне. Виталий Кличко постарался объяснить свободе, что такое украинскость. У тех, кто начинает спекулировать на национальном вопросе, нет будущего. А Гаитана больше украинка, чем те, кто бегает в вышиванках и считает себя настоящим украинцем. В украинском шоу-бизнесе российская выходка националиста вызвала настоящий шок. Здесь принято оценивать людей не по цвету кожи, а по уровню таланта. Поэтому и на эстраде, и в телеэфире украиноговорящий темнокожий исполнитель или ведущий – не редкость. На пресс-конференции в поддержку Гаитаны победительница Евровидения Руслана назвала ее настоящим украинским голосом. Я настолько люблю эту певицу, что буду поддерживать ее до самой последней секунды Евровидения. Вице-президент Первого национального Вали Дарфуш, которому тоже досталось от свободовца Сиротюка за неукраинские корни, уже готовит иск в суд и уверен – партия должна ответить за российскую выходку ее члена. И партии не дыла никакое, скажем, другое заявление, где объясняет позицию партии. Значит, партия согласна с этим. Я однозначно думаю, что партии «Свобода» нельзя допускать на парламентские выборы. Сама Гаитана считает себя украинкой и гордится своими корнями. Она расстроена и переполнена эмоциями. И хотя на Евровидении Гаитана исполнит песню на английском языке, для нашего канала она спела так, как запомнила с детства. Кирилл Вышинский, Леонид Замчинский, Мадина Тимиряева и Дмитрий Иванов. Вести. Киев. Украина. Киев. Украина. Киев. Украина. Киев. Украина. Киев. Украина. Киев. Украина. Продолжение следует...